Данил Безденежный Хочу сказать всем здравствуйте. Для меня это особенно дорого говорить на Вятской земле, потому что у меня отец здесь родился, у меня все предки отсюда, а я здесь всего второй раз. Поэтому представить и фильмы, и просто приехать погулять по Кирову, для меня, конечно, и большая радость, и большая такая честь. Ой, а можно коротко, а как вы тогда оказались на Алтае? То есть папа туда переехал как-то? Папа туда переехал вместе, естественно, со своими родителями, когда ему было 10 лет. А дед мой, собственно, которому в фильме посвящен, он туда переехал, чтобы поднимать шинный завод. Он здесь был ценным работником шинного завода, его в то время приглашали в разные регионы, он выбрал Алтай. И там, собственно, поднял шинный завод, наладил все механизмы. И с тех пор мы там, но в моей семье, то есть в Барнауль, представляете, на юге Сибири, каждый там Новый год, когда собирались все вместе, вспоминали Киров, вспоминали с любовью, и мне всегда было интересно здесь оказаться. Я был в 2014 году первый раз чуть-чуть, и вот сейчас второй раз уже как бы с поводом. — Я вчера перед фильмом наблюдала, как родственники твои пришли, и они были переполнены эмоциями, тоже неожиданная совершенно такая была встреча. И я понимаю, что ты волновался, конечно, представляя этот фильм, хотя он уже прошел прокат во многих городах, включая столицу нашей родины. — Ты понимаешь, я даже обрадовался, что я волновался, это как в театре, то есть когда ты не волнуешься, уже неинтересно. А мне было интересно представить именно, условно, на своей прародине, и, естественно, это было важно и для родственников тоже увидеть, как это все происходит, то есть их, условно, внука. Тем более в фильме один из героев, один из восьми героев, мой отец, который мастер-краснодеревщик, и он делает, с одной стороны, иконостасы, а с другой стороны, он как раз изучает сибирский звериный стиль, который на Алтае и зародился. — Ну, как вы пишете о фильме своем, потому что ты же не один его снимал, у тебя были там партнеры? — Конечно, то есть я выступил как автор проекта в первую очередь, а мы делали фильм втроем. Его делал замечательный оператор Константин Серебряков, он был в фильме в этом и режиссером, а также фотограф и амбассадор фуджи-фильм Максим Наземцев. И я вот сейчас, когда фильм идет от Новосибирска до Санкт-Петербурга, Москвы и Кирова, с удивлением наблюдаю, как вдруг мысль, которая была просто мыслью, стала материализовываться. И за год с небольшим вот сейчас ее можно услышать на экране, увидеть на экране. Это совершенно, конечно, маленькое чудо, благодаря тому, что три человека вдруг собрались рядом. — Это первый опыт такой твой? — Это первый опыт съемок именно полнометражного фильма документального. И тем более удивительно, пройдя все эти стадии от фестивального продвижения, закрытых показов, то есть и сейчас показов в кинотеатрах, конечно, наблюдать, что оказывается, получается, и кому-то это нужно. Потому что изначально мы снимали фильм в какой-то степени для себя, но больше для тех людей, которые для меня открывали Алтай вот все эти годы. То есть это писатель Андрей Коробейщиков, он открывал для меня Алтай через свои книги, полные какой-то философии вот этой древней шаманской мировоззрения или охотников таежных, которые на Алтае присутствуют, потому что там глубокая философия на самом деле, вот даже простых охотников. Или через Раис Павловну Кучуганову, одну из героинь фильма, которая сохранит традиции староверов. Их много можно представлять, мы об этом можем поговорить. Но вот о ней мне хотелось бы сказать одну такую удивительную вещь, да, как складывается судьба. То есть она в свое время бежала от советской власти с родителями. Они не были старовером, а как вы знаете, староверы в свои деревни не пускают из села, не своей веры. И вот ее семью не пустили. Они поселились где-то на Аджибе, ее родители несколько лет доказывали, что они достойны. И кто бы знал, что вот сейчас единственная, да, кто занимается сохранением их традиций, и вообще в том, что они остаются во времени и в умах, в головах нашего поколения, вот стала девочка, которую они когда-то не пустили к себе в деревню. Но в итоге их приняли. В итоге их приняли. Но на это нужно показать. Музей там совершенно потрясающий. Там собрано огромное количество и фотографий, огромное количество предметов быта староверческих, и историй самих людей, которые там живут. Там ведь целое поселение, и страна удивительная, которую искали староверы, которые... Да, то есть со времен Владимира Красное Солнышко по Руси ходили такие мифы о Беловоде, где люди все добрые, где живут чистой душой. И вот когда начались при Никоне, да, при Расколе гонения, то есть если в европейской части Руси, то есть многих и сажали, и были гари, когда люди запирались в церквях и горели, то многие отправились за Урал, туда, в Сибирь, и был миф. То есть была прям берестяная табличка, которая передавалась тайно, где нужно дойти до Бийской крепости, там по речке Убе, и там за горы каменные, снеговые, и вот там-то есть Беловодье. То есть и многие пришли, и когда я спрашиваю у Реи Спауна, что такое Беловодье, она говорит, ну, вот есть, говорит, географическое Беловодье, а есть то, которое каждый нашел в своей душе, потому что они там смогли, благодаря тому, что оказались далеко от власти той, они смогли там построить вот свое Беловодье, где действительно все жили сообща, не было никаких там, ну, условно, не было греховности какой-то, да, то есть не воровали, все трудились. У староверов нету слова «устал», вообще отсутствует в лексиконе, да, то есть нужно встать рано утром и прожить этот день, каждый по-своему. И я когда на них смотрю, и смотрю на нее, как она говорит, как думает, я, конечно, то есть каждый раз стараюсь брать пример, и вот фильм, то есть это вот как раз попытка, чтобы как можно больше людей услышало их хотя бы чуть-чуть, и кому-то один герой станет ближе, кому-то другой, и он знает о нем поближе. Для меня было удивительно, то есть я в юношестве занимался спортом, мы приезжали туда один, но из первых посещений, вверху Имона, где этот домик стоит староверов, и мы туда приезжали со спортсменами, ну, как бы, ребята все такие активные, кто будет слушать бабушку? А мы выходили оттуда через час, и они плакали. Это был единственный раз, когда я такое видел, но это, конечно, сильно, вы понимаете, то есть впечатление. Можно я вот вопрос задам, потому что вы с Даниилом в Семи, Светлана вчера была на показе в галерее прогресса, и это я до эфира выясняла специально, это был единственный показ в Кирове, то, что было вчера. Люди, которые живут в Кирове, которые не смогут поехать в Москву, в Новосибирск, еще куда-то, а не фильм «Хранители Алтая» где могут посмотреть? В начале следующего года фильм появится на ТВ, то есть в холдинге Первого канала он будет, по его кабельным, там, например, телеканал «Поехали», он будет на телеканале «Большая Азия». В интернете где-то можно будет найти и купить. В интернете он появится тоже в ближайшее время. В свободном доступе нет? И на YouTube он будет, и в iTunes он будет. То есть для тех, кто захочет отправиться в такое путешествие по Алтаю, визуально, и попить чай с каждым из героев фильма, ну вот, то есть через экран, будет, конечно, возможность в начале следующего года. Спасибо. Да, я бы хотела, чтобы мы продолжили рассказывать о тех людях, о тех сюжетах, которые наполняли этот фильм. Мы сейчас прервемся на полминутки и продолжим этот разговор с Данилом Безденежных, автором и продюсером документального фильма «Хранители Алтая». Итак, в Кирове вчера прошла премьера и единственный показ в Кирове документального фильма «Хранители Алтая». Автор этого фильма Данил Безденежных сейчас с нами в этой студии. Ну, в «Галерее прогресса» надо... Мы еще расскажем о сюжете этого фильма, будем продолжать говорить о нем. Но вчера надо отметить просто «Галерею прогресса», которая откликнулась на предложение твое продемонстрировать этот фильм. Конечно. То есть я очень благодарен тому, что там, в этом месте, там, во-первых, очень красиво и уютно. Там есть своя определенная публика сформированная, которая пришла. И было интересно не только во время фильма, а когда уже началось обсуждение. То есть спрашивали, зачем этот фильм. То есть спрашивали про каких-то героев, про Алтай. И для меня сейчас, я, когда приезжаю на премьеры в городах, для меня это часть самая интересная, потому что это реакция людей и те вопросы, которые появляются после просмотра. И, конечно, мне всегда интересно, что спросят. Ну, вот история такая, как я ее себе представила. Мы движемся с севера на юг по Алтаю. И мы рассматриваем, естественно, и рельеф, и природу, и историю. И встречаем людей на пути, которые рассказывают о том... О своем кусочке Алтая. О своем кусочке Алтая, безусловно. Меня, конечно же, не могло оставить равнодушно Телецкое озеро, потому что я когда-то, когда училась на факультете географии, это была моя, по-моему, первая курсовая работа, как раз Телецкое озеро. И это такая мечта была, потому что я совершенно в него влюбилась. И тут я смотрела просто эти кадры, 70... То есть Телецкое озеро, оно, естественно, особое. Оно маленькая такая копия Байкала, потому что оно образуется ровно так же, как образовался Байкал. И сейчас многие ученые, они наблюдают, как это происходит. Оно длиной 78 километров, окруженное горными вершинами, по которым ходят краснокнижные животные, там, аргалии, снежные барсы. Его часть, левый берег, если смотреть с северной стороны, это полностью Алтайский биосферный заповедник, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Он занимает 10% территории Республики Алтай. Это как несколько каких-нибудь небольших государств в Европе. И, естественно, нам хотелось показать вот каждый кусочек, потому что Алтай, он очень разный. Там есть и пустыни, и степи, и какие-то предгорья, и снежные вершины. То есть на Алтае же находится самая высокая гора Сибири, Белуха. И вот если мы, например, говорили о Беловодье, я хоть в какой-то степени далёк от мистики, но на Алтае чувствуется особая близость с природой как минимум. И там неспроста. И Беловодье искали староверы, и Рерих в тех же местах искал Шамбалу. И многие люди туда приходят. Я думаю, в первую очередь они находят не какое-то конкретное место мистическое, они там находят себя. И вот Телецкое озеро, оно в какой-то степени как ворот в такой Алтай. Да, и вот мы в течение фильма движемся с севера на юг. Мы видим, с одной стороны, маршрут. Надо сказать, что... Даня, надо сказать, что ты ведь туризмом занимаешься очень плотно. И поэтому, несмотря на то, что фильм позиционируется как фильм о людях, сохраняющих природу населения и священные места Алтая, я всё равно очень чётко увидела вот этот маршрут с севера на юг для того, чтобы... Простроенный. Да, простроенный. Потому что люди, которые мечтают побывать на Алтае, планируют побывать на Алтае, вот после просмотра этого фильма уже складывается представление о том, где что находится. То есть так сложилось, что действительно моя судьба связана с туризмом. Я когда-то начинал как инструктор, потом разрабатывал экспедиции по разным странам мира. Сейчас у меня там своя компания, которая занимается и брендингом, территорией, и туризм. Но фильм, он, естественно, не мог быть без природы. Я, с одной стороны, чётко для себя когда-то осознал, что любое место для человека — это всё-таки люди. То есть без людей оно пустое. И поэтому мне хотелось показать природу через взгляд людей. Но при этом представить и рассказать о том, что есть Телецкое озеро, о том, что есть долина Челушман, где падают десятки водопадов. Есть Северочуйский хребет, где по нему там вольные лошади скачут, алтайские. И ты смотришь это с видом на снежные вершины. И Алтай большой. И, конечно, хотелось показать по чуть-чуть, по чуть-чуть хотя бы его части. Я думаю, это удалось, потому что многие люди, которые смотрят фильм, они либо хотят поехать к героям потом и с ними поговорить про что-то своё, либо я там видел такие, знаете, сейчас «Хранитель Алтая» так нажимаешь хэштег и смотришь, что люди пишут после просмотра. Мы покупаем билеты до Горно-Алтайска, до Барнаула, летим. И для меня это самое главное, чтобы люди увидели те места, которые я очень люблю. То есть такую задачу вы ставили, когда фильм снимали? Да. И мало того, эта задача ещё будет реализовываться и разворачиваться в следующем году, потому что у вас есть планы дальше продолжить съёмки. Да, то есть так как я упомянул, что занимаюсь брендингом территорий, мне видится, что Россия — это такая terra incognita, то есть ещё мы сами не знаем красоту и богатство нашей страны. Конечно, мы не знаем. Билеты от Москвы до Кемерово 40 тысяч стоят. Кто себе позволит? Вот. То есть это одна из тех задач, над которой стоит работать. Но знаете, даже вот сейчас, когда до Барнаула, скажем, или до Горно-Алтайска стоит в сезон по 40, по 30, по 50 тысяч билеты, люди, которые туда прилетают, они потом прилетают ещё и ещё. И понимают, что условно лучше не купить какой-то смартфон, а побывать в тех местах. И я уверен, что пройдёт время, и на внутренний туризм, то есть он с каждым годом увеличивается на 10-15 процентов. На Алтае? На Алтае ещё больше. То есть было, например, в тех далёких местах в том году рост в 50 процентов, это совершенно потрясающе для мирового туризма. Там есть свои задачи, которые нужно решать. Но бренд территорий, да, то есть когда, например, иностранцы едут на Алтай, а это тоже увеличится, Байкал, Крым, не так важно, то есть в страну и видят, какие здесь люди, какие здесь древние и богатые традиции, какая красивая природа, они, конечно, приезжая обратно к себе в Германию, в Австрию, в Австралию, уже чуть-чуть по-другому думают о России. И когда из Кирова, из Москвы едут туда же за Урал, тоже возвращаются в Сибирь с другим мнением. И для меня это очень важно, потому что всё-таки теплота, которая остаётся в сердцах после посещения тех мест, после встречи с теми людьми, она дорогого стоит. — То есть здесь и профессиональная деятельность, и потребность души, она у тебя как-то сконцентрировалась в месте. — Да. — Но скажи, пожалуйста, какие планы на следующий год, что вы хотите снимать, для чего, для кого? — Если «Хранитель Алтая» — это всё-таки фильм несюжетный, это такие небольшие новеллы, эссе, да, то мы хотим следующим проектом, уже учитывая весь опыт, все ошибки, которые сделаны, снять фильм, так скажем, сюжетный. — Сюжетный или художественный? — Он не будет художественным в полном смысле, там будет две истории, я сейчас расскажу. То есть был такой человек, он здесь родился от вас недалеко, в Перми, Василий Сапожников. Судьба интересная. Он умудрился родиться в год отмены крепостного права. Он открыл Алтай тогда для всего мира, что там есть ледники, и ездил с лекциями по всей Европе, и именно тогда узнали об Алтае впервые, в просвещенном, так скажем, мире. Он смог поработать министром просвещения при Колчаке. Потом его как-то не расстреляли, он был ректором Томского университета, открыл институт исследования Сибири. И я, например, как один из моментов сюжета, когда в 1924 году он умирал от воспаления легких, он же сделал очень-очень много для того, чтобы Россию двигать вперед, Сибирь двигать вперед. И после революции, когда и уровень образования понизился, и многих его друзей начали расстреливать, он лежал последний год или месяц дома и не знал, что происходили. Родственники не разрешали его друзьям рассказывать о том, что происходит вокруг, и вдруг кто-то зашел и рассказал, и он уже, умирая, плакал. Я не знаю, что у него было в голове, но я думаю, что многое зря. И мы сделаем одну историю от первого лица по его прекрасным дневникам. Я рекомендую почитать, можно скачать на сайте географического общества. Я видел, что вдруг в 2018 году спустя 100 лет выпустил какое-то издательство. Василий Сапожников. Василий Сапожников. То есть одна будет история от первого лица, как, скорее всего, ее будет исполнять автор и ведущий телеканала «Моя планета» Марк Подробинник. Он будет по дневникам Сапожникова идти по Алтаю. Это будет от первого лица как будто бы то время. И мы будем сравнивать. Вот Максим Наземцев как раз будет играть себя спустя 100 лет, продолжая дело Сапожникова. Потому что Максим фотограф Сапожников был первым фотографом на Алтае. Мы увидим, как изменились традиции, как изменилась страна, как уходят ледники. Мы расскажем о многом о том, что изменилось за этот век. И при этом покажем, что его дело не забыто. И дело может быть всей страны той ушедшей, которую мы чуть-чуть потеряли. Но тоже мы его помним и стараемся продолжать. Да, очень проникновенно ты рассказываешь. А меня точно так же в сердце просто ранил один из участников вашего фильма «Хранители Алтая». Вот первого, который вчера мы смотрели в галерее прогресса. Это художник. Я не помню, как его зовут. Николай Чпоков. Да, это какой-то художник-бродяга, который не может оставаться все время на одном месте. Он говорит, что я должен идти. Всегда идти, всегда встречать людей или быть в одиночестве, общаться с природой. И он настолько... Шпилигрим такой, да? Да, человек... Алтая называется кайчи, да. Кайчи? Кайчи, да. Кайчи. Там много таких людей? Нет, это так же, как... Только кочевник. Шаманы. Ну вот еще есть понятие таракай-бродяга. Он так подписывает свои работы. И у него судьба удивительная. То есть, как у Гарри Поттера практически. Его подкинули к дверям роддома совсем маленького. Он не знал своих родителей. В детстве ему, как он рассказывает, а это зная его, я понимаю, что это правда. То есть, являлись всякие такие... Существовало своеобразное в роддоме, в детдоме он с ними разговаривал. Вот. И он стал бродить вдруг. И так как у меня родители, они люди творческие. Вот отец мастер-краснодеревщик, мама главный художник телестудии, просто художник. Я когда увидел впервые, как он рисует, он берет тушь, опускает туда перо. И не отрываясь, создает работу. То есть, это причем работа как раз с элементами какой-то скифской пластики, пластики хунну, которые тоже на Алтае были. И я понимаю, что на моих глазах происходит чудо. То есть, он сам вот просто ходит. Он на Алтае, вот как он говорит в фильме, я иду. И вроде бы иду по тысячу раз уже по тем же тропам. Но каждый раз вижу что-то новое. Это такая вот своеобразная медитация. Он, кстати, на Алтае много буддистов, религий перепелось. Вот он буддист, как бы. То есть, я думаю, это и алтайское глубинное тоже что-то. И когда ты смотришь на то, как он это создает, это, конечно, совершенно удивительно. Его работы висят в Париже, ученики его увозят. То есть, во многих странах мира он к этому отношение. Вот о нем снимал более так масштабно, то есть, именно о нем. Дмитрий Васиков — это цикл фильмов «Счастливые люди». Вот как раз о Болтайе там было. Прекрасный фильм, я рекомендую посмотреть, есть в Ютубе. И я знаю, что когда там снимался фильм, так как это как бы друг нашей семьи, Васиков снимает там год, не знаю, два это было. И вдруг Чапоков говорит, все, не могу эти съемки, я в лесу, там же кукушка поет. Я пошел. И ушел на полгода. И Васиков, я уж не знаю как, но его, в общем, уговорил доснять историю. Ну и, конечно, это удивительный человек. Да, ну вот надо сказать, что действительно совершенно люди, которые там представлены, они выбиваются абсолютно из того окружения, которое мы каждый день имеем. И это очень классно с ними знакомиться. И вот каждый, кто найдет фильм на Ютубе или на разных других каналах, я просто рекомендую посмотреть, потому что мы сегодня зацепили буквально только три истории. А там сколько героев? Там восемь историй. Восемь историй. Я постараюсь их сейчас перечислить. То есть это Игорь Калмыков, это директор Алтайского биосферного заповедника, который создал вот именно его статус из-за биосферного, когда и люди живут на территории заповедника. У нас одна минута. Вот. Ну то есть на самом деле, раз у нас одна минута, я могу сказать, что каждый из героев раскрывает свою часть Алтая, от староверов до сказителей. И представители алтайской нации. Конечно, конечно. Которые, когда говорят, что люди не знают даже, что есть алтайская нация. Люди не знают. Не знают. Люди даже не знают, что даже в русском языке, то есть, во-первых, Алтай — это прародитель всех тюркских народов мира, и даже в России, вот, например, буквально, да, карандаш. Кара — чёрный, таш — камень. Чёрный камень — это вот пришло к нам тоже из... Грифель. Да, да. Да, удивительно. Спасибо тебе, что ты к нам пришёл, что ты приехал. Спасибо, что пригласили. Привёз этот фильм. Я знаю, что у тебя и на Киров есть планы, и надеюсь, что мы встретимся ещё в следующем году. И, конечно, будем следить за твоей деятельностью. Можно посмотреть у Даниила безденежных страничку в Фейсбуке, где он сопровождает свои экспедиции и свои идеи различными постами. Спасибо тебе. Мы сейчас заканчиваем дневной разворот. Она лапшина из Светлана Занько. Да, впереди рубрика «Говорит Киров». Итоги конкурса по отбору кировских дворов. Это программа формирования комфортной городской среды. Андрей Берсенев, начальник отдела по работе с жилищными организациями Департамента городского хозяйства администрации города. Впереди. Пожалуйста, слушайте. Добрый день. В эфире программа «Говорит Киров». Меня зовут Владимир Сметанин. Мой собеседник Андрей Берсенев, начальник отдела по работе с жилищными организациями Департамента городского хозяйства администрации Кирова. Добрый день. Добрый день. Сегодня в нашей программе мы подведем итоги конкурса по отбору дворов, которые в следующем 2019 году будут отремонтированы по программе «Формирование комфортной городской среды». Итоги эти накануне были в городской администрации озвучены. Давайте поделимся с нашими слушателями, кто победил. Значит, у нас конкурс был объявлен в период с 17 сентября по 2 ноября. За этот период поступило заявок по 132 многокритерным домам. К рассмотрению было допущено 119 домов, которые надлежащим образом были подготовлены. 13 объектов были отклонены в связи с отсутствием корума. То есть решение общего собрания было не принято. И пару объектов был неполный пакет. Лимит нам на 2019 год дали 30 объектов. В эти 30 объектов у нас входит в том числе и резервный перечень, который был в 2018 году утвержден из 13 объектов на случай экономии. То есть из этого перечня мы в 2018 году успели сделать 6. То есть 7 объектов у нас переходят на 2019 год на тех же условиях. Поэтому получилось у нас 23 объекта из числа новых заявок. Баллы у нас максимально набрали это 35,5. Ну и с учетом 23 объектов у нас получилось это по 27,5. Нижний балл проходной. Также мы предусмотрели резерв. То есть из трех объектов тоже они имеют балл 27,5. Но здесь мы уже отбирали по времени и дате приема заявки. То есть кто раньше подал, то соответственно и прошел. Да, эти две заявки как раз, нет, даже три. Тут 27,5 баллами они получились у нас в числе победителей. И три объекта ушли в резерв. Ну список дворов, которые попадут в программу в следующем году, он доступен на сайте городской администрации. Если взглянуть на этот список, то это разные районы нашего города, да? Да. Десять объектов у нас на Авятский район, три Октябрьский и три Первомайский. И остальные в Ленинский район. Соответственно выделяется сразу на Авятский район. Это о чем говорит? Подошли очень так хорошо подготовки заявок. У них всего, по-моему, было 14, так что процент. Хороший процент, да. А если говорить о районах областного центра, которые наибольшее количество заявок предоставили, кто тут в лидерах? Это было у Ленинского района. Там более 70 было предоставлено. Давайте сейчас поговорим о тех заявках, которые не набрали необходимого количества баллов. Какие, Андрей, самые распространенные моменты? Основной момент это, конечно, все-таки финансовая дисциплина. Очень много заявок слетает, теряет баллы на финансовую дисциплину. Что мы имеем в виду? Как за жилищно-коммунальные услуги, так и за капремонт. Задолженность мы имеем в виду? Да, это задолженность. Когда не все жители, не все собственники оплачивают эти бетонсы? Да, все верно. То есть у нас по проценту задолженности были определенные баллы. То есть если она вообще есть и большая, то там можно и получить минус. Поэтому многие либо получили ноль, либо получили минус. Самый низкий, по-моему, балл 8. 6. Заявок у нас было с проектно-смертной документацией. То есть они прошли этот путь и сделали проектно-смертную документацию. Но даже с учетом этого всего только 3 попали в победителя. А у остальных там также имелись проблемы с финансовой дисциплиной. Поэтому даже этот дополнительный балл не помог пройти. Ну и получается отклоненные вообще были заявки по причине отсутствия корума. Можем ли мы сейчас дать надежду людям, которые не попали в программу, надежду на то, что в дальнейшем они тем же проектом, уже подготовленным, они все-таки еще смогут воспользоваться и заявляться на последующие годы? Конечно, они могут. У нас, согласно нашего порядка, по течение 6 месяцев они могут забрать эту заявку и снова потом использовать ее, доработав, улучшив там какие-то показатели, на следующий год, когда будем объявлять новый конкурс. Ну я правильно понимаю, что если дизайн-проект подготовлен верно, хорошо, к нему претензий нет, то он может использоваться и в дальнейшем. Конечно, конечно. Ну если при условии, что собственники не приняли решение еще там какие-то элементы благоустройства добавить. Да, да, все верно. Если их устраивает, то, пожалуйста, заявляйтесь. Насколько я помню, мы посвящали этому передаче, говорит Киров, с вашим участием, изначально все-таки планы были, что большее число дворов попадет в ремонт. И мы говорили с вами о цифре около сотни, около пятидесяти, да, простите. В итоге мы видим, что тридцать, три десятка дворов будет ремонтировано. С чем это связано? Я понимаю, что от вас лично это не зависит, конечно. Это не зависит, конечно же. То есть это пока такое решение было принято. Возможно, оно изменится. И тогда нам ничто не мешает, допустим, пустить полночку чуть ниже. Проходной балл, да? Да, да, конечно. То есть это пересмотреть и опуститься чуть ниже и взять еще какие-то там объекты. Вполне возможно. Когда это может случиться? Ну, это будет в следующем году все равно. То есть когда будет уже четко утверждена сумма финансирования на данный проект. То есть мы будем понимать, какая сумма, то есть с чем мы можем нивелировать еще. Так, хорошо. Вот те дворы, которые попали в эту программу. Но сейчас какие-то еще дополнительные требования есть к заявителям? Или все? Они могут спокойно жить до момента начала ремонта? Да, то есть у кого проектно-сметная документация была. То есть мы просто ее посмотрим, проверим, надо ли будет что-то там менять, либо нет. Где нет сметы, конечно же, будем выходить на эти адреса. То есть со старшими по домам будем встречаться и проводить обмер. То есть готовить дефектовку. Дефектовку. Это когда специалисты с приборами выходят, осматривают местность и уже понимают, что конкретно здесь можно будет делать, а что необходимо скорректировать. Так, если говорить опять-таки о будущем, когда планируются уже конкурсы? Среднеподрядчиков и так далее. Дефектовка, смета, а потом уже на конкурсы ходим. Весной? Весной. Весной это будет, судя по опыту прошлых лет. Будет ли, Андрей, учитываться вот этот негативный момент? Будет ли он исправляться? Потому что не первый год об этом говорится. Я имею в виду затягивание сроков уже непосредственно исполнения работ. То есть вы можете сейчас говорить о том, что какие-то более жесткие требования к подрядчикам, что ли, будут, чтобы они укладывались в отведенные сроки? У нас все в рамках закона. То есть все прописано с контракта. То есть все штрафные санкции, они будут применены. То есть в принципе подрядчику невыгодно не соблюдать сроки? Конечно. Иначе он может поплатиться там за это финансами? То есть мы фиксируем на дату, когда договор должен быть закончен, объем работ. То есть и уже идут пени потом. Давайте еще в общем и целом напомним дату вообще реализации программы формирования комфортной городской среды, чтобы опять-таки напомнить слушателям о том, что если стараться, то есть шансы попасть. Конечно, всегда есть. 19-й, 20-й год, 21-й. Ну, 22-й. Ну, то есть это будет все зависеть от финансирования. Если оно не изменится и будет продолжаться, то, конечно, во все эти годы можно будет стараться, пытаться участвовать. Выигрывать. А также можно участвовать в проекте поддержки местных инициатив. Это тоже у нас еще один механизм помощи в благоустройстве дворных территорий. То есть финансируемый из области. Если подводить итоги благоустроительные этого года, вот на данный момент дворы, которые в этом году ремонтировались по федеральной этой программе, они уже все приняты? Нет, не приняты дворы. С чем это связано? На данный момент подрядчики еще пока не сдают нам документацию для того, чтобы ее принять. Нами было использовано, так скажем, мы нанимали по договору экспертную организацию, которая объехала все объекты. Которая оценивала, да, проведенные работы? Да, которую все обмерили, провели оценку, делали вырубки на тротуарах, на проездах. То есть тоже это все будет в лаборатории оценено качеством, дадут свое заключение. То есть у нас будет картина ясная, какие объекты готовы к приемке, какие нет. Когда примерно это будет уже известно? До нового года? Да, конечно, в декабре. В любом случае, потому что мы должны все работы оплатить, то есть до конца года. Будут ли в следующем году, возможно, опять корректировки по условиям попадания в эту, что называется, программу? Или пока об этом рано говорить? Мы помним, что общественники просили, и их требования были услышаны. Пока нет, то есть пока не планируется. Вроде бы вполне так нормально прошли эти изменения, которые внесли в этом году. Так что пока нет. Если можно, уже ближе к завершению нашей программы, Ваши пожелания, как человека, отвечающего за это направление работы в администрации нашего города, пожелания тем людям, которые в дальнейшем будут участвовать в этих заявках? Все-таки внимательно почитать порядок, потому что ошибки бывают. Кажется, что порядок либо не читали, либо использовали прошлогоднее. То есть не учли какие-то изменения. Ну и еще раз напомню, что вся подробная информация по условиям участия, по условиям приема заявок, по дальнейшему ходу рассмотрения этих заявок, она размещена на сайте нашей городской администрации. Еще раз напомню, адрес admonkirov.ru. Есть даже специальный раздел, созданный в формировании комфортной городской среды. Пожалуйста, заходите, интересуйтесь. Информация общедоступная, открытая, и там вы получите ответы на все свои вопросы. Спасибо, Андрей Берсенев, начальник отдела по работе с жилищными организациями Департамента городского хозяйства, администрации нашего города. До свидания. До свидания.